Всем привет, вы на канале Денисов Трейд и сегодня я вам расскажу, что такое ликвидность, как она работает, как работать с ней для того, чтобы закрывать только прибыльные сделки и многое-многое другое, что касается ликвидности на рынке. Не будем медлить, сразу же открыл график на бирже Бабит, если ты на ней еще не зарегистрирован, обязательно сделай это по моей партнерской ссылке, по ней ты получишь возможность выигрывать вот такой вот мерч, как сейчас на мне, участвовать в эксклюзивных мероприятиях, которые доступны только для тех, кто зарегистрирован по моей ссылке и получать максимальные бонусы и скидки, обязательно переходи и регистрируйся. Итак, что же такое ликвидность? Давайте сначала попробуем разобраться в общем понятии, что это такое. Ликвидность по Википедии это возможность купить или продать актив, но нам с вами это определение, так скажем, не совсем понятно и не совсем нужно. Я скажу по-другому, ликвидность это деньги в рынке. Что значит деньги в рынке? Чем больше ликвидность, тем сильнее импульсы, тем больше свечки и тем быстрее развивается какая-то ситуация. То есть, допустим, вот посмотрите на вот эту ситуацию по биткоину. Я сейчас открыл график биткоина на бирже Bybit. Видим вот здесь ситуацию. Как думаете, здесь есть ликвидность или нет? Деньги в рынке есть или отсутствуют? Я вам сразу могу сказать, что они здесь отсутствуют. Почему? Потому что мы даже на таком индикаторе, как объем, видим, что объемы, проходящие по биткоину, они нулевые. Их просто нет. Видите? Вот здесь снизу этот индикатор показывает объемы на рынке. То есть, объемы это как раз-таки те самые денежные средства, о которых я вам говорю. Вот ликвидность это вливание денег на рынок, либо же активация стопов участников рынка, либо же тейк профитов. В две стороны работает. Сейчас я дальше объясню, почему и как. Видим, что объемов нет, соответственно и мощных импульсных движений нет. Как только начинают заливаться объемы в биткоин или в любую другую монету, инструмент, что хотите, фондовый рынок, криптовалютный, как только начинают заливаться объемы, та самая ликвидность, она и увеличивается. То есть, как раз-таки возможность купить, либо же продать. То есть, вот здесь появляется орда, просто куча продавцов. Вот как раз-таки и график падает, видите, огромные свечки вниз. И, соответственно, появляется столько же покупателей, ведь все думают, что они поймают самую лучшую разворотную точку. И ликвидность нам с вами нужна либо для того, чтобы торговать в продолжении тренда, либо для того, чтобы сломать предыдущий тренд. Я, честно, не люблю стратегию Smart Money, но там ликвидность и понятия ликвидности описаны очень хорошо. В техническом анализе тоже есть такое понятие, но там скорее не так конкретно все описано, как это описано, допустим, в Smart Money. Еще раз повторюсь, я трейдер, скажем, price action, да, то есть с помощью свечей, с помощью графиков, с помощью анализа новостей, с помощью анализа биткоина я, собственно, осуществляю свои сделки. Smart Money, они делают это типа якобы от крупных игроков, но никто никогда не знает, как крупный игрок на самом деле играет. И чтобы вам не рассказывали на ваших волшебных курсах, это, скорее всего, неправда. То есть, Smart Money – это просто технический анализ в красивой обертке. Вот я так это воспринимаю. Опять же, уважая любой вид торговли, который приносит бабки. Если вы торгуете со Smart Money с 90% успешностью, то флаг вам в руки, пожалуйста, торгуйте, ничего прочего не имею. Но не надо говорить, что какая-то стратегия единственная верная. Итак, вернемся к нашей с вами ликвидности. Ну, а если ты хочешь видеть ежедневный обзор биткоина, если ты хочешь видеть монеты, на которых можно поторговать на фьючерсах, участвовать в мероприятиях, на которых я лично зарабатываю, на которых зарабатывают мои подписчики, обязательно переходи в наш телеграм-канал. Там я даю сигнал о надвижении каких-либо цифровых активов, показываю мероприятия, в которых участвую, на которых ты можешь заработать и на которых я лично зарабатываю. Переходи в наш чат. Это один из самых больших чатов на просторах телеграма и самый-самый лучший чат, это я вам гарантирую. У нас там есть и новички, и опытные трейдеры, там тебе всегда помогут с любым вопросом. Переходи и подписывайся. Как я сказал, ликвидность – это стоп-лоссы или же тейк-профиты участников рынка. Но если выразиться еще грамотнее, это лимитные заявки, которые расположены за сильными уровнями сопротивления и поддержки. Для того, чтобы нам разобраться в понятии ликвидности, давайте я разверну график, я думаю, нам так будет гораздо удобнее. Для того, чтобы нам разобраться в понятии ликвидности, нам нужно разобраться в понятии, что же такое уровень поддержки и сопротивления. Уровень поддержки и сопротивления с точки зрения скальпельга, с точки зрения технического анализа, с точки зрения любой правильной, это крупная лимитная заявка на покупку, либо же продажу. То есть вот у нас есть, допустим, уровень в 35600, либо же, допустим, давайте возьмем, наверное, 36 тысяч долларов, да, вот здесь вот ровненький уровень, 36 долларов, либо же это зона поддержки. Там расположена крупная лимитная заявка на продажу, но так как объемов не было, мы не могли реализовать эту продажу, то есть не было, условно, на покупателя не было продавца, на продавца не было покупателя. А когда продавец появился, да, то есть все, все люди готовы продавать, это спровоцировало такой импульс, который просто выбил всех участников из сделок. То есть у нас есть уровень сопротивления, те, кто открывали сделки в лонг от вот этого уровня, то есть вот у нас есть уровень, давайте я вам его выделю, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Его, кстати, видно и сейчас, вот сейчас биткоин торгуется как раз примерно на этом уровне. У нас есть уровень, да, вот здесь вот, который я выделил только что. За ним располагаются стопы участников, которые открывают лонговые сделки. Когда биткоин впервые дотронулся до своего локального максимума в 38 тысяч долларов, ну, это максимум для нас за последний год, условно. Все покупали, и это понятно, это логично. Хомячки начинают покупать на хаях, почему? Потому что, ну, инструмент летит, а с какого хера ему падать, да? Ну, надо докупать, пока он летит. Это вот логика трейдеров, которые не торговали никогда. Ну, и, соответственно, все начинают покупать, а крупные игроки и те, у кого большие деньги, они, естественно, понимают, что, допустим, выше они не уйдут по таким-то, таким-то причинам. И они начинают просто массово сгружать свои позиции, то есть начинают обваливать цену битка. Но так как здесь уже есть тоже такие же крупные игроки на покупку, у нас возникает уровень поддержки. Итак, как я уже сказал, когда биткоин начал чуть-чуть откатываться от уровня 37, от уровня, там, 36-800, здесь появлялись участники, которые хотели повторить что-то вот такое. Давайте я заново это все прочерчу, что-то. То есть они хотели повторить вот такой вот результат. Они видели, что мы уже отскакивали от этого уровня и, соответственно, думали, что мы еще раз отскочим. Но вот здесь крупные игроки, не знаю, как хотите, маркетмейкеры их называйте, они решили, что здесь будет пробой этого уровня. Ну и, соответственно, скальперы, скорее всего, на этот пробой тоже заходили. Здесь располагается стопа тех участников, которые открывали вот здесь лонговую сделку в надежде на то, что мы пойдем на перехай по биткоин. И, соответственно, когда начали повышаться объемы на продажу, вот это видно на индикаторе объема, все начали вливаться, начали активироваться стопа участников, которые заходили в лонг, естественно, цена проваливалась. И вот здесь понятие ликвидности нам позволяет сделать вывод о том, что мы собрали достаточное количество денег для того, чтобы рынок развернулся. Здесь нам нужно лишь субъективный вывод сделать о том, что это глобальная коррекция здесь, или же здесь мы развернемся из-за того, что уже достаточно участников потеряли деньги. То есть вы же понимаете, что здесь происходит? То есть вот у нас здесь соотношение тех, кто в плюс торганул 30, а тех, кто в минус 70. Рынок не может постоянно падать или постоянно расти, он волнообразные движения делает. Соответственно, мы очень сильно упали, это если очень сильно тупо объяснять, мы очень сильно упали, значит мы должны откупиться и должны дать какой-то импульс роста. Мы сняли ту самую ликвидность, те самые деньги собрали с участников рынка, и теперь можно рынок развернуть, чтобы также сверху опять же ликвидность снять, потому что шортистов вот на вот этом рынке появляется просто уйма. Вы же поняли меня, да? То есть мы вот здесь уже начинали открывать лонга, а вот здесь уже миллион человек, кто хочет открыть шорта. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Когда рынок начал проваливаться, здесь самые жирные бабки были вложены в шорт. Когда рынок начинает проваливаться, когда все летит вниз, все захватаются за голову, закрывают лонговые сделки и просто начинает инструмент проваливаться. Собственно, на это была надежда у тех, кто еще раз вытолкнул цену вверх по биткоину. А вот как работать с этой ликвидностью, есть несколько вариантов, давайте их обсудим. Первый вариант такой, что если мы видим, что инструмент очень сильно растет, очень сильно растет, да, снимает все стопа, снимает важные уровни сопротивления, и затем замедляется, то есть рост становится медленнее. Сначала это была там огромная свеча, затем это свечи чуть поменьше, затем мы вообще встали в какую-то консолидацию и образовываем такой полукружок. Это значит, что силы у покупателей кончаются, и значит, что отсюда как раз-таки после снятия ликвидности, в продолжении тренда, мы можем открыть свою сделку со стопом за предыдущим хаем, либо же вот за вот этими хаями. И, соответственно, мы видим, что легко и просто у нас сделка бы покатилась в плюс, в шорт. Здесь точно так же, если мы торгуем в лонг, да, от этой ликвидности, то есть мы собрали ликвидность, видим, что падение закончилось, видим, что был какой-то отскок, какая-то непонятная консолидация, какой-то непонятный набор средств, вот здесь можно открывать лонга и ставить стопа за предыдущие хаи здесь, либо же здесь, либо же здесь. Понятно, что в теории это очень красиво смотрится, и вы можете сказать, да, блин, на нарисованных графиках, на графиках, которые уже произошли, легко сделать прогноз. Я с вами полностью согласен, большинство трейдеров так и делают, но сегодня я вам покажу свои сделки как раз-таки с отработкой сделок именно на снятие ликвидности и с точкой входа вот именно в продолжении тренда после снятия ликвидности. Сделки, кстати, были совершены публично, то есть это мои публичные сделки, сигналы, на которые я отдаю в своем телеграм-канале, если ты на него еще не подписан, обязательно подписывайся, о нем я уже ранее упомянул. Итак, первая сделка была по монетке Бонг, кстати, это все вы можете проверить, перейдя, посмотрев, чтобы не было ко мне вопросов. Мы видим, что у нас также есть уровень, уровень сопротивления, который мы пробили, то есть вот у нас есть уровень сопротивления, мы его пробили, пробой был такой не сильный, небольшой, не импульсный, но мы понимаем, что есть круглое число, здесь скорее всего стоит крупная лимитная заявка на продажу, как и здесь, и тут нам лишь нужно было сделать выбор, от чего оттолкнуться. И я выбрал, я подождал, посмотрел на ситуацию, понял, что мы пробили, сняли ликвидность всю, которая там была, проторговали здесь еще какое-то время, то есть замедлились, это то, о чем я говорил. И я зашел, так как я вам объяснял вот здесь на биткоине, собственно, в продолжении тренда, и моя сделка была просто без откатов. Если мы перейдем на минутный таймфрейм, чтобы посмотреть точку входа, мы увидим, что я зашел вообще идеально, просто идеально, тут даже слов не может никаких быть, потому что, ну, у меня вообще близко к моей точке входа не подошла сделка. То есть я зашел, и все, просто вкат, 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 и можно было просто тянуть сделку, подтягивая стоп-лосс и не фиксируясь вообще. Следующая сделка, следующая сделка по монетке газ, та же самая ситуация, только здесь я уже заходил на пробой наклонки, после снятия ликвидности, то же самое. Видим, что есть сильные уровни, видим, что мы в эти уровни упираемся, затем их пробиваем, вот этот уровень, затем пробой этого уровня, снятие ликвидности за следующим аж уровнем сопротивления, то есть мы вообще высоко залезли, затем откат, и после этого отката рынок не пошел вверх, а мы откатились еще раз. И я понял уже, что здесь образовалась как раз-таки вот эта синяя наклонка, то можно заходить. Тот же самый вход, те же самые условия, плюс локальный нисходящий тренд у биткоина позволили мне сделать вывод о том, что пора бы уже торгануть и торгануть очень хорошо и в плюс. Сейчас я вам покажу свою точку входа на минутке, чтобы вам было понятнее, чтобы это было не голословно. И вы поймете, что здесь точно так же идеальный вход, просто без каких-либо вопросов. Вот на минутке я вошел где-то вот либо вот в эту свечу, либо вот в эту, соответственно, просто без вкатов. Жесткое, максимально жесткое падение, причем я фиксировался слишком рано, надо было тянуть сделку, но я считаю, что я свои деньги с рынка забрал. Именно так и работает ликвидность. И когда вот это все падение закончится, кстати, мы можем здесь вот прям, я вам так просто потыкаю, где эта ликвидность есть. Вот, пожалуйста, пробили уровень, собрали ликвидность, здесь можно открывать локальную такую небольшую лонговую сделку. Вот, пожалуйста, лонговая сделка. Опять же, пробой этого уровня, снятие ликвидности, лонговая сделка. Пробой, снятие ликвидности, лонговая сделка. То же самое. Обязательно торгуйте со всеми возможными инструментами. Обязательно используйте все, что у вас есть и все, что вам приносит прибыль, который я вам и желаю. Вы посмотрели видео про ликвидность, были на канале Денисовтрейд. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.